Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вас познакомить с интересным сервисом, который называется «Генератор случайных полос». На самом деле я сейчас использую Google-переводчик, и изначально эта страница выглядит немножко по-другому. Очень часто у нас возникает потребность использовать какие-то цветные полоски в изделии, например, для того, чтобы утилизировать какие-то остатки пряжи, либо посмотреть, как будет выглядеть какая-то полосатость в нашем вязаном изделии, и желательно посмотреть это заранее. Ну, в этом случае, конечно, мы можем связать какой-то образец на машинке, либо руками, либо же можем попытаться, чтобы за нас кто-то сделал это заранее. Когда я готовилась к вязанию нашей юбки «Пламя», марафон по которой у нас недавно прошел, и чтобы придумать вот эти полоски, я сидела и занималась рисованием их в Excel. Готовый вариант, по которому вязали баску, он выглядел вот так. Я его сидела, сочиняла именно в Excel, заполняя строчки нужным цветом. Но это уже получился чистовой вариант. Но можно было это же самое увидеть и с помощью генератора случайных полос. Для этого мы берем цвета, которые мне нужно было использовать, например, желтый, красный и оранжевый. Считаем этот оранжевым. И у меня использовались полоски от 1, 1, 2, 3, 8, 5, 3. То есть я задаю комбинацию, какие количество рядов я бы хотела использовать в этом фрагменте. Если я ставлю единичку, это значит, что у меня в рисунке будут представлены только единичные ряды. То есть один ряд оранжевый, один ряд желтый, один ряд красный. И их комбинация. Если я ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то в этом случае нам генератор создаст всевозможные комбинации, в которых будет 1 желтый, 2 желтых, 3 желтых, 4, 5, 6, 7. И одновременно в этом же узоре будут в разных комбинациях 1 красный, 2 красных ряда, 3 красных ряда. И одновременно в этом же узоре мы увидим 1 оранжевый, 2 оранжевый, 3 оранжевых и так далее. Дальше здесь есть вот такое число. Это значит, на каком количестве рядов показать эти комбинации узоров. Я поставлю 1000, потому что при меньшем количестве вот эти комбинации, будет их очень мало. И нажимаем Generate вот эти всевозможные комбинации, которые возникли здесь. И так как на самом деле у меня, если бы я поставила миллион или какое-то другое число побольше, то скорее всего мой узор тоже бы здесь в каком-то варианте был представлен. Но хотя бы я здесь могу увидеть, насколько интересные получают сочетания. То есть мы видим, что это может быть, например, 2 красных, 3 оранжевых, 1 желтый и так далее. То есть всевозможные и всевозможные комбинации. Мы смотрим и выбираем, какой фрагмент нам нравится. Где больше красных, где больше желтых, где больше оранжевых. Во всяком случае, визуально мы можем понять, что вот здесь, например, 2 красных, здесь 4 желтых, здесь 3 красных, здесь 4 оранжевых. А кроме этого, здесь еще присутствует вот такая функция, которая называется оригинальный генератор случайных полос. Эта функция заключается в том, что если мы знаем, сколько у нас пряжи, например, одной пряжи по весу в несколько раз больше, чем другой, то мы можем задать это соотношение. Например, вот здесь вот очень хороший пример. Если у вас 25 граммов синей пряжи и 50 граммов красного, разделите эти оба числа на наименьшее значение 25 грамм, и получается, что синего у вас единичка, а красного у вас в два раза больше. Вот если мы в синей задаем 1, а в красной задаем 2, и просим сгенерировать эти полоски. Синего у нас в два раза меньше, чем красного, и он нам предлагает, что в такой комбинации, он считает, что красного у нас будет израсходовано в два раза больше, чем синего. Если вы хотите посмотреть, какие комбинации можно предложить в таком варианте, вот он вам тоже сделает еще и весовой комбинации, не просто какие-то полоски, но и так, чтобы у вас одной пряжи в известное количество раз больше, чем другой. Надеюсь, что вы поиграете в этом ресурсе и посмотрите, что у вас получается. Надеюсь, эти знания помогут вам быстрее и проще придумывать те полосочки, которые сделают ваше изделие необычным, неотразимым, запоминающимся. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.